Туберкулез В 1882 году день открытия возбудителя туберкулеза немецким ученым Робертом Кохом, поэтому туберкулезис называют Бациллой или Палочкой Коха. В результате он был первым основоположником изучения туберкулеза и стал лауреатом Нобелевской премии. В дальнейшем этот день был объявлен как Всемирный день борьбы с туберкулезом, одним из самых важных дней в развитии туберкулеза. 24 марта в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох сделал свое открытие. Этот день был учрежден в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. И приурочен к столетию со дня открытия возбудителя туберкулеза Палочки Коха. Именно белая ромашка – символ борьбы с туберкулезом. Цветок белой ромашки выбран эмблемой борьбы с туберкулезом в 1911 году. Идея для белого цветка родилась в Швейцарии. Около 1900 года в Женеве на улице впервые появились молодые люди со щитами, усыпанные цветами белой ромашки – символ природного антибиотика, входивший в состав использовавших для лечения туберкулеза средств народной медицины. Они продавали жетоны и в кружки для пожертвований каждый опускал посильную сумму. В России день белого цветка впервые прошел 20 апреля 1911 года. Праздник белый цветок жизни. Подозрение на необычные заболевания было отмечено с античных времен, когда впервые были странные изменения на костях мумий египетских фараонов 3000 лет назад до н.э. Гиппократ, Авицен, Гален первыми описали данное заболевание. В своих записях они упоминали о симптомах в прогрессирующих формах. Снижение веса, лихорадки, общей слабостью, обильное выделение пота, особенно по ночам. Человечество прошло путь от домыслов и происхождения болезней и смехотворных, попыток ее вылечить исландским мхом в сваренном молоке с сахаром, настоем дегтя, сном в коровнике и даже с мехом. До открытия возбудителя инфекции, создания лекарственных препаратов и вакцины против него. До 20 века туберкулез часто называли чахоткой и был практически неизлечим. Чахотка описана не в одном литературном произведении, где сюжетная линия часто переплетается с болезнью героев. Причем самой болезни авторы порою придавали поэтический и благородный оттенок. Примером таких произведений могут послужить романы Достоевского и Толстого. Антона Павловича Чехова и Короленко Томас Манн и Эрих Мария Ремарк и многих других не щадила болезнь и самых талантливых авторов. В самом расцвете творческих сил ушли от нас известный русский критик Виссарион Григорьевич Белинский. Скончался в возрасте 37 лет. Публицист и критик Николай Добролюбов. Совсем юный. В возрасте 25 лет. Поэт Алексей Кольцов. Скончался в возрасте 33 лет. Поэты Иван Никитин. Семен Яковлевич Натсон Николай Павлович Чехов. Брат знаменитого русского писателя. Скончался от чахотки в возрасте 31 год. Сам Антон Павлович не смог перебороть внезапную обострившуюся болезнь и умер в возрасте 44 лет. Один из создателей произведения «12 стульев» Илья Ильф. Также умер от обострения туберкулеза. Ему было всего 39 лет. Интересный факт. Симонетта Веспуччи, которая, будучи первой красавицей во Флоренции, позировала для картины Боттичелли «Рождение Венеры». Была на тот момент больна туберкулезом, затрагивающим нескольких органов одновременно. На картине у нее резко перекошенное плечо, что может говорить о поражении плечевого сустава. Картина была закончена художником уже после смерти Веспуччи от туберкулеза. Эти и многие другие известные личности ушли из жизни до того, как были изобретены прогрессивные и эффективные методы лечения. Область медицины, занимающаяся туберкулезом, называется фтезиатрией, а ее специалистов называют фтезиатрами. Классические симптомы туберкулеза легких – длительный кашель с мокротой, иногда с кровохарканьем, появляющимся на более поздних стадиях. Длительная субфибрильная температура, лихорадка, слабость, ночная потливость, пониженный аппетит и, как следствие, значительное похудение. Спустя некоторое время, в 1908 году, начали работу над первой и на данный момент единственной противотуберкулезной вакциной БЦЖ, в основе которой были обезоруженные бактерии. Ее получили французский микробиолог Альберт Кальмет и ветеринар Камиль Герин, которые в это время работали в институте пастора в Лилле. В их честь вакцина и была названа. Вакцины с такими бактериями называют атонуированными, поскольку они содержат ослабленные бактерии, которые не могут вызвать болезнь, но способны запустить формирование эффективного иммунного ответа, включающегося при столкновении организма с естественной инфекцией. В 1921 году вакцину против туберкулеза предложили использовать на людях. Дело осложнилось тем, что в немецком городе Любеки произошла массовая вспышка туберкулеза среди новорожденных, получивших вакцину. Заболел 251 человек, умерло 72. Позже выяснилось, что вакцинный препарат по каким-то причинам содержал вирулентный штамм палочки Коха. В 1925 году Кальмет передал штамм БЦЖ в СССР профессору Льву Тарасевичу. Это событие имело, помимо всего прочего, политическое значение, поскольку демонстрировало дипломатическое доверие между СССР и Францией. Остальные страны поначалу отказались от исследования БЦЖ. Штамм БЦЖ, полученный в ходе работы группы Тарасевича, был назван БЦЖ-1 Россия. Тем не менее, вплотить до окончания Второй мировой войны эта вакцина практически не использовалась, поскольку старые трагедии, связанные с вакцинацией от туберкулеза, еще не были забыты. В середине 1950-х годов вакцинация новорожденных прививкой БЦЖ стала обязательной, не только в Советском Союзе, но и во многих странах мира. К сожалению, в СССР соответствующую статистику начали вести только в 1975 году, когда резкий спад заболеваемости уже закончился. О заразности туберкулеза знали еще наши древние предки. Упоминания о болезни встречаются в законодательных документах. В начале XIX века врачи, изучающие причины и развитие чахотки, начали предпринимать первые попытки лечения инфекции. Сегодня вакцина является по-настоящему массовой. Во всем мире ежегодно вакцинируется более 100 миллионов новорожденных. Специфические методы профилактики туберкулеза включают проведение противотуберкулезных прививок, вакцинацию и ревакцинацию БЦЖ. Вакцинация БЦЖ в нашей стране проводится всем здоровым новорожденным на 3-7 день жизни, непосредственно в родильном доме, а ревакцинация детям в возрасте от 7 до 14 лет. Основные лабораторные исследования в диагностике туберкулеза являются микроскопические и бактериологические методы. Материалом для исследования бацилл Коха является мокрота. Выделяешься после кашля. Забор мокроты совершается 3 раза. Мокрота, собранная для анализа, может храниться не более 2 часов, обязательно на холоде при температуре минус 4-10 градусов по Цельсию. Длительное стояние приводит к размножению флоры. Рентгенография в диагностике туберкулеза грудной клетки, в передней, задней и в боковых проекциях данный метод необходим для выяснения, какую часть легких поразила палочка Коха и анализа того, насколько далеко зашел процесс. Необходимо помнить, что нельзя ставить диагноз туберкулеза лишь по радиографическим результатам. Флюорография – исследование профилактическое, то есть прямых показаний к прохождению ее не существует. Согласно законодательству, каждый здоровый человек должен подвергаться этому обследованию 2 раза в год, а по эпидемиологическим показаниям чаще – 1 раз в год, 1 раз в полгода для разных категорий лиц. Однако больных туберкулезом рентгеновские исследования проводятся гораздо чаще. Это правильно, так как их состояние в отсутствии постоянной диагностики может привести к развитию осложнений или гибели. Еще один из методов диагностики туберкулеза – компьютерная томография. Весьма информативна для изучения возможных осложнений, таких как сужение бронхов, используется часто в случае туберкулеза у детей. Компьютерная томография – это самый информативный способ исследования легких. С помощью УКТ можно выявить практически любые изменения в бронхолегочной системе, в том числе туберкулез. Биохимический анализ крови также покажет возможное отклонение показателей печени, а именно нарушение синтеза различных ферментов. Такие изменения свидетельствуют об интоксикации организма, не исключается ассоциирование с алкогольной зависимостью. Увеличение специфического реактивного белка – свидетель присутствия в организме инфекции. В большинстве своих случаев при своевременном обращении к врачу в полном лечении состояние больных улучшается. Биохимический анализ крови врачи называют сывороткой правды. При туберкулезе изменения в некоторых биохимических показателях зависят прежде всего от фазы процесса, осложнений и различных сопутствующих заболеваний. Туберкулез – это инфекционное заболевание, путь передачи которого весьма прост. Поэтому больной с таким диагнозом должен понимать, что необходимо делать, чтобы окружающие люди подверглись риску заражения. Находясь в общественном месте до госпитализации, к примеру, больной должен носить хирургические маски. Эти маски меняются как можно чаще, хотя бы 3 маски в день, так как максимальная защита обеспечивается в течение 8 часов. Все пациенты, которые, возможно, могут быть больны туберкулезом, должны быть госпитализированы в специальные больницы. Помещения должны быть хорошо вентилируемы. В помещениях должны проводиться влажные уборки со специальными веществами, обладающие антибактериальным действием. Дезинфекция ультрафиолетовыми лучами. Здоровым лицам как можно меньше проводить времени с больными, также носить маску. После выхода из помещения желательно побыть в солнечном месте. Кашлят в стороне, даже если диагноз не поставлен. В случаях кашля, чихание необходимо прикрываться полотком, салфеткой или собственной ладонью. Ни в коем случае не на окружающих. Более того, до 20% глобальной заболеваемости туберкулезом связывается с курением табака. Риск возникновения туберкулеза у курильщиков в 2,5 раза выше, чем у некурящих людей. К факторам риска заболевания развития туберкулеза относятся Недавнее инфицирование, сахарный диабет, злоупотребление наркотиками, алкоголем, табаком, плохое питание. Социальная профилактика туберкулеза влияет на все звенья эпидемиологического процесса. Она создает фундамент, необходимый для осуществления профилактических мероприятий другого уровня и в значительной степени определяет их общую эффективность. В силу возрастных особенностей, дети в гораздо большей степени подвержены заболеванию туберкулезом при первичном инфицировании, чем взрослые. Теоретически, родители вправе отказаться от проведения вакцинации БЦЖ своему ребенку. Однако, принимая такое решение, необходимо помнить, что от туберкулеза не застрахован никто, особенно ребенок. Именно поэтому, для контроля состояния противотуберкулезного иммунитета и выявления момента первичного инфицирования, детям ежегодно проводят реакцию МОНТУ. Взрослым пробу МОНТУ проводят только по показаниям. Несмотря на современное развитие медицины, туберкулез является большой опасностью для здоровья человека. На сегодняшний момент туберкулезом болеют около 1 трети населения Земли. Занимает второе место среди инфекционных заболеваний по смертности. Каждый год отмечается приблизительно 9 миллионов новых случаев, из которых 2 миллиона людей умирают по причине туберкулеза. Очень важно соблюдать обыкновенные правила гигиены, чтобы обезопасить себя и окружающих. Так давайте же защитим себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok